Все мы привыкли пользоваться мостами, будь то железнодорожные или через реку, а возможно даже над крутым обрывом. Но если вы боитесь высоты, вам точно не стоит ступать на мосты, о которых мы сегодня поговорим. Небесный мост Ланкави, Малайзия. Ланкави был построен в 2004 году, открыт для посещения с 2005 года и является самым высоким одноопорным мостом в мире. Он расположен на высоте 700 метров над ущелем между гор Ганунг. Весь мост действительно опирается всего на одну высокую металлическую опору. Вес моста распределён на 8 тросов, крепящихся к этой единственной опоре. То есть он фактически подвешен над пропастью, и в ветреные дни это наиболее заметно ощущается. Мост имеет длину 125 метров, а ширину 1,8 метра. По краям расположены треугольные платформы, как бы остановки, где можно остановиться и полюбоваться замечательным видом на остров Ланкави. Куандинский мост, Россия. В Каларском районе Забайкальского края у границы с Бурятией расположен посёлок Куанда – малая столица Бама, как его называли 30 лет назад. Посёлок постепенно увядает, однако рядом с исчезающей Куандой есть нечто особенное – рукотворная достопримечательность. Этот объект – автомобильный мост через реку Витим. Часть трассы, которая в официальных документах называется автодублер Бама. Протяжённость моста – 560 метров. Высота по настилу от среднегодового уровня реки – 15 метров. Настил сделан из стандартных железнодорожных деревянных шпал, уложенных поперёк движения. Местами на шпалах выполнен накат из досок, однако в последние годы сломанные доски никто не меняет, поэтому остаются лишь стальные пластины, которые крепят конструкцию. Крепят в данном случае условный термин. Преодоление моста – нетривиальная задача даже для опытных местных водителей. Шпалы гуляют, их надёжность и крепление толком никто не проверяет. И если зимой здесь действует ледовая переправа, то весной, летом и осенью другого пути нет – только по мосту. Подвесной мост Титлес-Клифф-Волк, Швейцария. На швейцарском горнолыжном курорте Энгельберг расположен самый высокий подвесной мост в мире. Нависающая над пропастью конструкция – инженерное чудо, построенное на высоте 3020 метров над уровнем моря. Своё название мост получил в честь горной вершины Титлес, ставшей одним из первых мест в мире, где была открыта канатно-кресельная дорога. Прогулка по качающемуся мосту – это полторы сотни шагов над ледниками, когда под ногами, если осмелиться посмотреть вниз, оказывается 500-метровая бездна заснеженных вершин и острых шпилей. Длина переправы составляет 100 метров, а ширина – всего метр. Отсюда открывается одна из лучших панорам горных хребтов швейцарских Альп. Мост Королевского ущелья, США. Самым опасным и впечатляющим на территории Соединённых Штатов считается мост, проходящий над Королевским ущельем в Колорадо. Он является одним из немногих мостов в мире, который изначально был построен для туристических целей. Открытие моста состоялось в 1929 году. Без малого сто лет сюда пребывает любознательный турист, чтобы полюбоваться панорамным видом Королевского ущелья и протекающий по его дну рекой Арканзас. Для поклонников экстремальных развлечений главной привлекательной особенностью моста остаётся высота его расположения, а также его относительная устойчивость порывом ветра. Масштабы сооружения довольно серьёзные, с ущельем его разделяют 291 метр, тогда как длина моста составляет более 380 метров. Висячий мост Хусаини, Пакистан. Массивные пробелы между досками, дикие качания из стороны в сторону, данный мост по праву считается одним из самых страшных подвесных мостов в мире. Он был сконструирован для перехода через реку Гунцы. Действующий в настоящее время мост является уже вторым. Дело в том, что для данной местности характерна ветреная погода, а потому сконструированный из тонких канатов и досок первый мост был практически полностью разрушен. Его уцелевшие элементы и сейчас можно увидеть рядом с действующим мостом, что только прибавляет азарта туристам. Стеклянный мост Джанцзадзе, Китай. В августе 2016 года в китайской провинции Хунань для посетителей открылся самый высокий и самый длинный стеклянный мост в мире. Его длина составляет 430 метров, ширина 6 метров. Пешеходный мост соединяет два утеса на высоте около 300 метров в национальном парке Джанцзадзе, где проходили съемки фильма «Аватар». Пол моста состоит из 99 прозрачных плит, изготовленных из трехслойного стекла. Однако вскоре после открытия мост был закрыт из-за необходимости установки дополнительного оборудования для обслуживания конструкции. По последним данным, стеклянный мост окончательно должны открыть в июне-июле 2017 года. Входной билет будет стоить около 290 юаней, что составляет примерно 2500 рублей. Хрупкая с виду конструкция сможет одновременно выдержать до 800 человек. Подвесной мост Трифт, Швейцария. В кантоне Берн в центральной части Швейцарии находится самый длинный подвесной мост Европы, длина которого составила 170 метров, а ширина – 1 метр. Построила его энергетическая компания для проведения электро- и гидромонтажных работ в окрестностях ледника. Летом 2009 года была проведена модернизация моста. После шести недель ремонтных работ, 12 июня 2009 года, мост был открыт для свободного посещения. В ясную погоду с моста Трифт открывается прекрасный вид на швейцарские Альпы. Однако в день открытия моста начала снежная буря, которая за несколько минут занесла его снегом. Впрочем, швейцарские архитекторы заверяют, что туристам, которые решатся прогуляться по мосту, бояться нечего. Он рассчитан на то, чтобы выдерживать до 500 тонн снега и порывы ветра до 200 км в час. Мост Эшима-Охаси, Япония. Это автодорожный двухполосный мост из бетона, призванный связать между собой японские города Мацуэ и Сакайминато. Длина конструкции 1,7 км, а ширина чуть больше 11 метров 30 см. Всё это делает Эшима-Охаси самым большим бетонным мостом в стране восходящего солнца и третьим по размерам на всей планете. Суть в том, что большие мосты обычно не строят исключительно из бетона, применяя для этих целей металлоконструкции. Однако мост получил известность отнюдь не благодаря своим размерам. О нём впервые заговорили после того, как компания Dayatsu Motor сняла здесь рекламу для своего нового автомобиля. Ролик был снят таким образом, что зрителю начинает казаться, будто подъём на мост эквивалентен попытке взобраться на отвесную стену. И действительно, если посмотреть на его издали, то кажется, что идея заехать туда – просто сумасшествие. На самом же деле Эшима-Охаси является вполне безопасным. Тут всё дело в том, с какого угла вы на него смотрите. Здесь со стороны дороги он кажется просто горой, но в действительности угол спуска не так велик. И это всё равно не уменьшает эпичности этого места. На этом всё. Какой мост впечатлил тебя больше всего? Напиши об этом в комментариях, а также не забудь поставить лайк и подписаться на канал Paradox, если тебе понравилось это видео.